Чао, карри, амичи! Продолжаем изучать итальянский язык посредством чтения. И сегодня, по просьбе любителей сказок на итальянском языке, мы с вами будем читать сказку братьев Гримм «Красная шапочка». Фрателли Гримм «Капучетто Россо» Вчера уна вольта была однажды уна бомбина, девочка, бэлла и джентиле, красивая и добрая. Индосава sempre, она всегда носила «un capuccio di veluto rosso» – шапочку из красного бархата. Que le era stato regalato, которая была подарена ей dalla sua adorata nonina, ее любимой бабушкой. «Cosique tutti la chiamavano» – поэтому все называли ее «capuccio di rosso» – красная шапочка. «Un giorno» – однажды. «La mamma la chiamò a se» – мама позвала ее к себе. «Ele disse» – и сказала ей. «Prendi questa focaccia, возьmi эту пшеничную лепешку, e questo fiasco di vino, e эту fiasco di vino, e portali alla nonna, e atnissi их бабушке. «E molto malata» – она очень больna, e non riesce adalzarsi dal letto, e не может встать с кровати. «E mi raccomando» – и прошу тебя. «Non abbandonare mai, ne pakiidai la strada principale» – главной дороги. «C'è il bosco è pieno, так как лес полon». «Di animali pericolosi» – опасных животных. «Certo, mamma» – «конечно, mamma» – «faro come dici» – я сделаю, как ты говоришь. «Le promise capucetto rosso» – пообещала Красная Шапочка. «Que prese il cesto di vimini» – и, взяв плетеную корзину, «con il vino e la focaccia» – с вином и пшеничной лепешкой, «e si mise subito» – и немедленно отправилась in camino, в путь. «Lungo la strada» – вдоль дороги. «Sea corse» – она заметила. «C'è tralli alberi del bosco», что среди деревьев леса «Crescevano dei fiori bellissimi» – росли прекрасные цветы. «E de chise di racolierne un po» – и решила собрать их немножко. «Per farli seccare» – чтобы засушить их. Тут тавиа, однако, mentre si trovava in una radura, в то время, как она находилась на поляне, «a colliere e gilji» – собирая lilii, «lesi avicino» – к ней подошел un grosso lupo nero – большой черный волк. «Дove te ne vai tutta soletta? Куда te idешь, adinioшеньka? Bella bambina, красивая девочка!» «Domando e lupo» – спросил волк. «Devo portare questo vino e la focaccia alla mia nonna». «Я должна отнести это вино и пшеничную лепешку моей бабушке». «Que è a letto malata» – которая находится в постели больная. «Abitapocchi passi da qui». «Она живет в нескольких шагах отсюда». «Proprio in fondo alla strada». «Прямо в конце дороги», – респоза Капучетто Россо, ответила красная шапочка. «И lupo» – волк, «con la bava alla bocca, с полным ртом слюны, all'idea, at mysli di divorare, sajrać una bambina tenera e saporita, девочку нежную и вкусную, pensopero, однако подумал «di cominciare dalla nonna», начать с бабушки. «Porta imiei saluti, alla nonna». «Передай мой привет бабушке». «А, se voi aggiungere, если хочешь добавить un tocco di classe, немного красоты, almazzo di fiori, букету цветов, che hai raccolto, который ты собрала. da quella parte, там, с той стороны, crescono delle magnifiche, растут великолепные, orkidee selvatiche, dikie archidei». «Detto questo», сказал это, «il lupo si allontano». Волк удалился. «Cappucetto rosso invece», «красная шапочка, однако», senza pensarci, не задумываясь, «ando a raccolere le orchidee», пошла собирать archidei. «La bestia, зверь, invece, однако, si presento a casa della nonna, появился в доме бабушки. Busando così forte, стучa так сильно, che per poco non buttava giù la porta, che чуть ne выбil dvier. «Qui è? Кто там?» «Qui è, зала nonna», спросила бабушка. «Cassiera altata a fatica, которая с трудом поднялась per aprirare la porta, чтобы открыть дверь». «Sono capucetto rosso», «Это я, красная шапочка», «con el vino e la focaccia», «s vinom и пшеничной лепешкой», «disse il lupo», сказал волк, «in ganando la vecchia», обманывая старуху. «Apeno la nonna aprila porta», «как только бабушка открыла дверь», «la nimale, la divoro», «животное её проглотило», «in un sol bocone», дословно «за один укус», мы можем сказать, «животное разом проглотило её». «Poi sin filo nel letto», затем он проскользнул в кровать, mettendo-si sul muso, натягивая на морду una cufietta rosa, розовую шапку. «In attesa», в ожидании di poter gustare возможности испробовать anche capucetto rosso, также и красную шапочку. «La bambina arrivò». Девочка пришла «soltanto un ora dopo», только через час. «E trovando la porta aperta» и, обнаружив дверь открытой, «si accomodo», она вошла. «No, Nina, бабушка, sono io capucetto rosso», «это я, красная шапочка». «Te ho portato il vino e la focaccia». «Я тебе принесла вино и пшеничную лепёшку, appena sfornata dalla mamma, только что испечённую мамой». «Il lupo si copri per bene con la coperta», «Волк укрылся хорошо одеялом», «Эрис позе» и ответил, facendo la voce rauca, делая хриптый голос, «Vieni avanti, заходи, sono qui, a letto, я здесь, в кровати, и non posso movermi, и не могу пошевелиться». «La bambina si accostò», девочка приблизилась, «al grande letto inferro battuto», к большой кровати из кованого железа. «La nonna, o meglio il lupo», «бабушка», или лучше «волк», «era ben avvolto», «был хорошо завёрнут nelle coperte rosa», «в розовое одеяло». «No nina, che orecche grande che hai!» «Babushka, какие у тебя большие уши!» «Persentirte meglio, чтобы тебя слышать лучше». «No nina, che orecche grande che hai!» «Babushka, какие у тебя большие глаза!» «Persentirte meglio, чтобы тебя лучше видеть!» «Нo nina, che bocche grande che hai!» «Babushka, какой у тебя большой рот!» «E che denti!» «И какие зубы!» «Persentirte meglio!» «Чтобы сажрать тебя лучше!» «Esclamò il lupo!» «Воскликнул волк, che fece un balzo fuori dalle coperte, выпрыгнул из-под одеяла e in un sol bocone e razam divorò anche capucetto rosso». Проглотил также красную шапочку. «Poi ben sazio!» Затем, хорошо насытившись, «sia pizolo!» он задремal tra le coperte средi одеял. «Poco tempo dopo, некоторое время спустя, passo di li проходil tam un vecchio cacciatore старый охotnik, che vedendo la porta aperta, который увидев открыtую дверь, decis di controlare, решил проконтролировать, che la vecchia stesse bene, что старушка чувствует себя хорошо. Все li tam порядki? Fucco zi que trovo il lupo, tak on nashol volka, belle distezo nel leto, хорошо расположившегося в кровати, con la pancha gonfia, s s razdut s s razdut razdut s razdut cacciatore prese la carabina охotnik взял rujo, poi pensò, затем подумал, di aprirre come prima cosa, вскryt сначала la pancha del lupo, живот volka, pertentare di salvare la povera vecchia, чтобы попытаться сохранить бедную старушку, cosi prese dalla bizaccia, так он взял из охotnich сумки un lungo coltello, длинный нож, e aprir la pancha и вскрыл живот del lupo addormentato, спящего volka. Pensate la sorpresa del cacciatore, представьте себе удивление охotника, cuando dalla pancha, когда из живота uscirono sia, вышli obie, la nonne che capuchetto rosso, как бабушка, так и красная шапочка. Tutte due obie ставano bene, чувствовали себя хорошо. Ancese erano terrorizzate, хотя были ужасно напуганы. Grazie, ca cacciatore, спасибо, охotnik. La pancha del lupo era così buia. Живот волка был таким темным. Capuchetto rosso ando subito in giardino. Красная шапочка пошла тотчас в сад. Aprendere dei grossi sassi, чтобы взять большие камни. Con cui riempi la pancha del lupo, которыми наполнила живот волка. Poi la ricucci, потом она его зашила. Poi insieme alla nonna el cacciatore, затем вместе с бабушкой i ochotnikam si mise ad aspetare. Они стали ожидать. Cuando il lupo si zvellio, когда волк проснулся, vedendo il cacciatore, увидiv ochotnika, provo a fuggire, попытался убежать. Ma il peso dei sassi, no tia zis камней, lo fece schiantare al suolo. Повалила его на землю. Dove morì? Где он умер? E tutti furono contenti. E все были счастливы. C'era una volta una bambina, bella e gentile. Indossava sempre un cappuccio di velluto rosso, che le era stato regalato dalla sua adorata nonnina, così che tutti la chiamavano cappuccetto rosso. Un giorno la mamma la chiamò a sé e le disse prendi questa focaccia e questo fiasco di vino e portali alla nonna. È molto malata e non riesce ad alzarsi dal letto. E mi raccomando non abbandonare mai la strada principale, che il bosco è pieno di animali pericolosi. Certo, mamma, farò come dici, le promise cappuccetto rosso, che prese il cesto di vimini con il vino e la focaccia e si mise subito in cammino. Lungo la strada si accorse che tra gli alberi del bosco crescevano dei fiori bellissimi e decise di raccoglierne un po' per farli seccare. Tuttavia, mentre si trovava in una radura a cogliere i gigli, le si avvicinò un grosso lupo nero. «Dove te ne vai tutta soletta, bella bambina?» domandò il lupo. «Devo portare questo vino e la focaccia alla mia nonna che è a letto malata. Abita a pochi passi da qui, proprio in fondo alla strada», rispose Capucetto rosso. Il lupo, con la bava alla bocca all'idea di divorare una bambina tenera e saporita, pensò però di cominciare dalla nonna. «Porta i miei saluti alla nonna. Ah, se vuoi aggiungere un tocco di classe al mazzo di fiori che ha raccolto, da quella parte crescono delle magnifiche orchidee selvatiche». Detto questo, il lupo si allontanò. Capucetto rosso, invece, senza pensarci, andò a raccogliere le orchidee. La bestia, invece, si presentò a casa della nonna, bussando così forte che per poco non buttava giù la porta. «Chi è?» chiese la nonna, che si era alzata a fatica per aprire la porta. «Sono Capucetto rosso, con il vino e la focaccia», disse il lupo ingannando la vecchia. Appena la nonna aprì la porta, l'animale la devorò in un sol boccone. Poi si infilò nel letto mettendosi sul muso una cuffietta rosa, in attesa di poter gustare anche Capucetto rosso. La bambina arrivò soltanto un'ora dopo e trovando la porta aperta si accomodò. «Nonnina, sono io Capucetto rosso. Ti ho portato il vino e la focaccia appena sfornata dalla mamma». Il lupo si coprì per bene con la coperta e rispose, facendo la voce rauca. «Vieni avanti, sono qui a letto e non posso muovermi». La bambina si accostò al grande letto in ferro battuto. La nonna o meglio il lupo era ben avolto nelle coperte rosa. «Nonnina, che orecchie grandi che hai per sentirci meglio! Nonnina, che occhi grandi che hai per vederti meglio! Nonnina, che bocca grande che hai e che denti! Per divorarci meglio! esclamò il lupo che fece un balzo fuori dalle coperte e in un sol boccone divorò anche capucetto rosso». Poi Ben Sazio si appisolò tra le coperte. Poco tempo dopo passò di lì un vecchio cacciatore che vedendo la porta aperta decise di controllare che la vecchia stesse bene. Fu così che trovò il lupo bello disteso nel letto con la pancia gonfia. Il cacciatore prese la carabina poi pensò di aprire come prima cosa la pancia del lupo per tentare di salvare la povera vecchia. Così prese dalla bisaccia un lungo coltello e aprì la pancia del lupo addormentato. Pensate la sorpresa del cacciatore quando dalla pancia uscirono sia la nonna che cappuccetto rosso. Tutte e due stavano bene anche se erano terrorizzate. Grazie cacciatore la pancia del lupo era così buia. Cappuccetto rosso andò subito in giardino a prendere dei grossi sassi con cui riempì la pancia del lupo poi la ricucì. Poi insieme alla nonna e il cacciatore si mise ad aspettare. Quando il lupo si svegliò vedendo il cacciatore provò a fuggire ma il peso dei sassi lo fece schiantare al suolo dove morì e tutti furono contenti. La fabia è finita buona lettura a presto di